Нужно сделать какой-то экскурс в большую размерность, потому что некоторых, конечно, присутствующих она вроде как не пугает, а некоторых даже пугает просто своим названием, да? ...четыре и выше. Я не имею в виду с философской точки зрения, то есть я не хочу сказать, как вам обосновать, зачем оно вообще нужно. Или вам это надо сделать? Ну, R4. R4, да. Четыре и шестой часа. Ну, правильно, в каком-то смысле можно, конечно, рассуждать именно так. R1, это обычная прямая, состоящая из всех вещественных чисел. Что такое плоскость размерности 2? Ну, это, если угодно, множество всевозможных пар вещественных чисел. Координаты на плоскости умеете вводить? Все присутствующие умеют вводить координаты на плоскости, правильно? Но они так и входят. Заберется одно вещественное число, другое вещественное число, и вот такая пара, это произвольная точка R2. Ну, то есть это просто множество всех возможных пар, упорядоченных, поэтому в круглых скобочках, пары с Y, таких, что X, обычное вещественное число, и Y, обычное вещественное число. То, что я здесь написал, вот такой знак крест, это обычное произведение двух множеств, все возможные пары. Ну, так себе можно представлять плоскость. Верите, там, какую-то декабрную систему координат X, Y, и произвольная точка имеет координаты X, Y, вот множество всех таких точек в плоскости R2. Ну, и Николай, в общем, правильно сказал совершенно, если мы возьмем и перемножим теперь, скажем, R2 на R2, или, если хотите, R1 на R1 четыре раза, то есть мы возьмем все возможные наборы из четырех вещественных чисел, но по-моему, из четырехмерное пространство. Вроде невелик уровень абстракции, а? То есть, ну, давайте, вот, R3, множество всевозможных X, Y, Z, таких, что каждая из них, X, Y, Z, является обычным действительным числом. А R4, это множество всевозможных X, Y, Z, ну, если хотите, T, таких, что X, Y, Z, и T из R1. Можно даже догадаться, почему я использовал именно букву T, потому что, ну, понимаете, стандартное объяснение, зачем нужно четырехмерное пространство, это добавить к обычному пространству еще время. Да? А человеку, конечно, это невозможно представить. Представить невозможно, а работать с этим можно. Я сейчас попытаюсь за небольшое время как-то научиться, научить вас работать с этим объектом. Вот в тех, в том ключе, который интересует нас, с точки зрения острых там или прямых углов, я вас научу с ним работать, чисто алгебраически, если хотите. То есть вам не нужно будет представлять себе вот эти поверхности в четырехмерном пространстве. Вы, конечно, этого не сможете сделать, хотя со временем, не за пять минут, которые я этому уделю, или там час, которые я этому уделю, а с каким-то стечением какого-то времени, если вы долго будете с этим работать, некоторая геометрическая интуиция у вас появится. Можете мне поверить. Но сию секунду вы, конечно, не представите себе ничего из того, что может быть в четырехмерном пространстве. Но вот живет лукашка на плоскости, но не может она себе представить трехмерное пространство. Она его не видит. Но, тем не менее, что же ей не поработать с тем, что на самом деле бывает? Вот это вот объяснение, да, что пространство плюс время. Надо же как-то с этим тоже научиться работать. Вот алгебраически это можно сделать. Ну и так далее. На самом деле можно рассмотреть, конечно, любое нмерное пространство. И здесь удобнее, наверное, использовать вот такую символику, просто показывая, что у нас есть n вещественных чисел, упорядоченных. Вот так вот они идут друг со другом. Можно себе представлять это тоже как координаты в нмерном пространстве. То есть x1 и так ради xn это какие-то вещественные числа опять. Ну хорошо, да, написали какую-то абстракцию, действительно, какая там может быть геометрия. Что там за острые или тупые углы, как их себе вообще представлять в этом случае, да? Это же вопрос возникает. Но вот для этого есть такие вещи, как правильно совершенно, да, как скалярное произведение. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто знает, что такое теорема косинусов. Ой, какое облегчение, слушайте. Это просто счастье, значит, мы справимся. Смотрите, на плоскости есть такое явление, как скалярное произведение. Давайте-то я введу вот такие обозначения, немножко вас чуть-чуть запутаю. Но давайте вот в эти термины существовать теперь. То есть на плоскости будем точки обозначать x со стрелочкой, и она будет видеть как знак x1 и x2. и y со стрелочкой, она будет иметь координаты, соответственно, y1 и y2. Главное произведение двух векторов, на самом деле, x, y с координатами x1 и x2, y1 и y2 определяется как вот такое выражение x1 и y1, x2, y2. Ну, вот некоторые знали, некоторые не знали, но это стандартная вещь такая, скалярное произведение векторов. Имеется в виду, если совсем аккуратно говорить, что вот у нас есть направление x1, в нашей системе координат есть направление x2, вот есть точка x, есть точка y с соответствующими координатами, скажем, здесь x1, x2, здесь y1, y2, и я уж очень надеюсь, что никого из присутствующих измущает тот факт, что сами оси я обозначил x1, x2, а потом еще и координаты так обозначил. Надеюсь, это не страшно, да? Ну, просто такое немножко удовольственное получилось обозначение. Значит, это точки, но тут у нас есть начало координат, и вот есть соответствующие векторы, которые выходят из начала координат и имеют концами эти точки. Скалярное произведение, конечно, определяется для этих векторов, но для краткости я пишу не по x, o, y, а просто x и y. Вот это вот то, что нужно обязательно говорить школьнику, потому что, может быть, немножко непривычно. То, что я здесь написал, это на самом деле скалярное произведение вектора O, x и вектора O, y. Но для краткости я отречествил вектор из точки. Вот. И просто беру вот такое вот выражение записываю. Ну, хорошо. Если я, например, напишу x умножить на x, то это, конечно, путь x1 в квадрате плюс x2 в квадрате. Правда же? А вы согласны, что это квадрат длины вот этого самого вектора O, x? Как померить в координатах расстояние между точками? Вот эта точка с координатами 0, 0. Как померить длину вот этого вектора, длину этой стрелочки? Надо из нуля учить x1 возвести в квадрат, сложить и извлечь корень. Но обычная теорема Пифагора тут вообще ничего. Просто по теореме Пифагора длина вот этого вектора, если ее возвести в квадрат, будет вот как раз с 1 в квадрат плюс x2 в квадрате. Ну, давайте я это напишу. Что длина вектора x, то есть вектора O, x. Ну, просто я все время это O опускаю, чтобы не молочить корень. Вот, соответственно, у скалярнул можно для себя, ой, квадрат, извините. Это длина вектора у в квадрате. Квадрат длины вектора у. С этим, товарищи, все согласны? Ну, наконец, теорема космусов. Давайте померим длину вот этого вектора, xy. Ну, я буду расстояние все-таки записывать в привычных мне терминках. Вот так. Когда я пишу модуль разности x-y, я имею в виду, что это длина вот этого вектора xy. Если я его сведу в квадрат, то как ее выразить по теореме космусов через длины соответствующих сторон треугольника? Да? А, ну, получается O, x квадрат плюс O, y квадрат Ну, давайте так и напишем, только я все-таки буду писать так, как мне привычно. Я O опускаю, просто x квадрат плюс y квадрат минус, что еще раз, удвоенное произведение x на y, да? И на косинус O, а? Ну, я не знаю, давайте я вот этот угол альтер просто опознаю, чтобы покороче буду, на косинус O. Обычная теорема косинуса. Но при этом, чего мы можем еще сказать? Как мы можем это написать? Мы можем это написать вот так. Мы можем написать, что вот это x умножить на x скалярно, вот это вот, ну, давайте я так же подчеркну, вот это y скалярно умножить на y. Ну, и вот хотелось бы то же самое написать в терминах скалярных произведений. Ну, как написать в терминах скалярных произведений? Надо честно вот это вот возвести в квадрат. Это у нас, значит, надо из x1 вычастили к 1, возвести в квадрат. И прибавить x2 минус y2 в квадрате. С этим согласны? Ну, просто формула для длины вот этого вектора. Если вот здесь нарисовать прямой угол, то по теории фаброра получится равно то, что я сказал. x1 минус y1 в квадрате плюс x2 минус y2 в квадрате. Значит, это равняется x1 в квадрате плюс x2 в квадрате плюс y1 в квадрате плюс y2 в квадрате минус 2x1, y1 минус 2x2, y2. Как их теперь написать в терминах скалярных произведений? Как переписать в терминах скалярных произведений? Это есть х на х. Вот это вот слагаемое. Это х на себя. Вот у нас написано. Плюс у на у. Называется скалярный квадрат. И минус 2х на у. Минус удвоенное скалярное произведение. Успеваете, да, понятно, что происходит? Простая такая алгебраическая выкладка. Ну, то есть у нас получается, что с одной стороны вот эта величина равна тому, что я точно так же волнисто подчеркнул, а с другой стороны она равна тому, что написано справа. Но х х плюс у является общим. А как бы я не подчеркнусь вот так, например. Вот то, что идет со знаком минус, и то, что здесь идет со знаком минус, должно совпадать тем самым. Правда? То есть у нас получается, что косинус угла между этими двумя отрезочками, Ох и Оу, косинус альфа, выражается просто как скалярное произведение х на у поделить, ну, я бы так сказал, на, ну, хорошо, не важно, на модуль х, модуль у, ну, или что то же самое, х на у поделить на корень из х, х, у, у. Никакого пафоса нет, это стандартная школьная математика, ничего такого особенного. Я скоро перейду к пафосным вещам, которые вот, ну, это понятная формула, которая служит для выражения космоса угла меж инвентарами. Смотрите, что отвечает за остроту, премизну или тупость этого угла? В знаменателе стоит, очевидно, положительное число, корень из произведений. Это положительное число. Но косинус тупого угла какой? Меньше нуля. Меньше нуля, правильно? Косинус 90 градусов – ноль, а косинус острого угла положительный, строго положительный. То есть за остроту угла отвечает положительность скалярного произведения. Мы просто можем сказать, что угол, образованный вот такими вот векторами, вот этот вот угол, является острым тогда и только тогда, когда скалярное произведение соответствующих векторов положительное. Видите, какая она простоя? Вроде я все основал. По модулю теоремы косинуса, которую вы, по счастью, знаете. Вот если бы мы ее не знали, то все подвиснет в воздухе. Но у меня есть паска. Твердая почка, на которой я стою. Вот, теперь смотрите, а если у нас есть какие-нибудь вот такие три точки? Вот здесь вот скажем Y, вот здесь вот скажем Z, а вот здесь, например, X. И я хочу поверить вот этот угол. Тупой он, прямой или острый. Вот этот угол. Тупой, прямой или острый. Как это сделать? То есть X не в начале координат. Скалярное произведение Y-X на Z-X. Ну, правильно, то есть надо как бы сдвинуть все в начало координат. Или наоборот, начало координат перенести сюда. Для этого надо из Y вычасти X. Из Z вычасти X. И скалярное перемножить. Вот так. Y-X на Z-X. Перемножается скалярно. И если это положительно, то угол острый. Если ноль, то угол прямой. Если отрицательный, то угол тупой. И на плоскости наша теория полностью построена. Только зачем она на плоскости, когда там на плоскости и так все очевидно? Чтобы перейти к произвольной размерности. Я думаю, вы понимаете, что я хочу сейчас сказать. Я просто хочу сказать, давайте в произвольной размерности, абсолютно не ориентируясь на то, сколько здесь координат. 2, 3, 45, 2 миллиарда. Будем считать, что костус угла между векторами в начале координат определяется вот таким образом. И стало быть, за остроту этого угла отвечает положительность этого скалярного произведения. Все. Если хотите, просто определим. Варен даны какие-то три точки. Скажем, х. Давайте я прям почувствую, что это х1 и так далее. xn, y, да, я важный вещь искал, сейчас я их скажу. z равняется z1 и так далее с n. Давайте, во-первых, скажем, что такое скалярное произведение и как измеряется расстояние между точками, потому что иначе наша теория не будет правильной. Чтобы она была правильной, надо заметить, что x минус y это, конечно, ориентируясь из суммы квадратов разных координат. Мы просто много раз применяем теорему кафоголу. xn минус yn в квадрате. Вот это определение расстояния между двумя точками в ангерном пространстве. Оно полностью соответствует нашему представлению о том, как измеряется расстояние на плоскости. Только на плоскости у нас было две координаты, ну а в пространстве соответственно эту штуку. Но формула та же самая. Поэтому начинается второй ряд. Нормально? Вот так измеряется расстояние. Скалярное произведение xy, ну то есть o x, o y, измеряется как x1 или x1 плюс и так далее, плюс xn или xn. И дальше вся теория строится точно так же, как на этой части доски. Все то же самое. Все то же самое, потому что когда вы раскрываете скобки, здесь как раз получается сумма квадратов, сумма квадратов и минус удвоенные произведения вот такого вида. то есть опять нам теорема косинусов говорит, что косинус вот этого угла альфа, который держит о x и o y, он определяется вот именно так. x на y поделить на корень из скалярного квадрата x по множеству из скалярного квадрата y. То есть опять за остроту жмла отвечает тот факт, что скалярное произведение строго положено. Ну все, теперь мы можем спокойно абстрагироваться от какого-либо представления о том, как вообще вообразить себе нверное пространство и действовать чисто алгебраически. Наш вопрос, как много можно взять точек, как много можно взять точек, чтобы каждые три из них образовывали астроугольные двумольные. Но я здесь не зря z написал. То же самое нужно, конечно, взять y минус x, скалярный уможем на z минус x. И если это положительно, то вот такой вот угол, здесь x, здесь y, здесь z, вот такой угол альфа, будет острым. Вся та же самая теория. Если скалярное произведение строго положительно, то вот такой вот уголостный.